Привет, ребята! Сегодня будет необычный ролик. Вы можете к нему относиться как к аудиокниге. Паршивенькой такой, но достаточно ламповой. Создание этого видео было для меня отдыхом от обычного контента после новогодних праздников. Давайте назовем это экспериментом и тренировкой моих гуманитарных навыков в написании текстов. И сегодня я поведаю вам историю очень интересного Дворфа с особыми взглядами на жизнь и нелегкой судьбой. Вы на канале Брэна. С вами Брэн. Приятного просмотра. А также 14 числа я проведу стрим на этом канале в 14.00 по Москве. Знакомьтесь, Йоргрим, Дворф. В бывшем разбойник и отъявленный негодяй. Но ему никогда не нравилось причинять вред беззащитным людям. Чего не скажешь о бывшем предводителе его шайки. И в очередной из налетов на поселение, которое не могло толком дать отпор налетчикам, ему надоела безудержная кровожадность своего лидера. И наш герой в непродолжительном поединке зарубил своего бывшего босса и ушел на вольные хлеба. Жить жизнью обычного наемника. В обычной деревушке Осбрук нашего героя находит его давний знакомый Верен, который однажды очень выручил Йоргрима и теперь просит помощи в ответ. Ему нужно попасть в город Брин. И для этого нужны повозка и лошадь, так как на своих двоих Верен вряд ли дойдет ввиду своей старости. Да и рана на ноге дает о себе знать не самым лучшим образом. Староста деревни готов помочь нам, но в обмен на услуги Йоргрима. Ну и само собой, заниматься ему придется не убийством крыс в подвале таверны. Йоргрим приходит на аудиенцию к старости, и тот рассказывает ему про ситуацию в поселении. В округе деревни завелась куча разбойников, культистов и нежики, которые уж точно не гарантируют спокойной жизни для селюков. Нашему герою предлагают выполнить для деревни пару заданий, а в обмен нам организуют проезд до Брина. Первым контрактом Йоргриму поручают разобраться с шайкой разбойников, окопавшихся в старых руинах бастиона Инвер. Место это имеет за собой дурную славу. В нем постоянно заселяются всякие негодяи. Только стража прогонит одну банду, как на ее место сразу приходит другая. Сейчас в этих руинах поселился Берт злобный со своими людьми, и нам поручают его убить. По заверениям старосты, прихвостни Берта разбегутся как крысы, когда увидят окровавленное тело своего босса. Но Йоргриму мало одного Берта, и с блестящими глазами предвкушающими будущую резню он соглашается с условиями контракта. Староста отмечает на карте место, где засела шайка Берта. Наш герой отправляется в путь через лес по дороге без труда и сожаления, убивая небольшие группы разбойников. Готовясь к схватке с Бертом. Не то чтобы он не был уверен в своих силах, но размяться не помешает. Наткнувшись на разбойничьей лагере, наш двор получает небольшую травму. Но все окупается, когда в сундуке разбойников он находит золотые монеты и золотой медальон, который точно заинтересует торговцев. Спустя несколько часов Йоргрим таки добирается до Бастиона, без труда разбирается с охраной, которая беззаветно сидела у входа в руины. Они явно не были готовы к тому, что кто-то нападет. В заварушке выживает один из разбойников и спасается бегством. Наш Йоргрим, конечно, хотел было его догнать, но увы, короткие ноги дворфа не созданы для бега. Войдя вовнутрь, наш герой по неосмотрительности и своей природной неловкости вляпывается в ловушку, которая наполняет комнату ядовитым газом. Благо, проход был не заблокирован, и Йоргрим быстро выбирается из смертельного облака. И буквально в этом же коридоре он встречает Берта. Завязывается драка, из которой Йоргрим выходит победителем. Контракт выполнен, но жажда крови нашего героя не восполнена. Он решает задержаться в руинах и зачистить их до конца, и никто не уйдет обиженный. Выходит из руин наш герой уже под вечер, вытирает кровь с лица и топора, и уставший выдвигается обратно в деревню. В деревне наш двор как следует высыпается, закупается припасами и договаривается о следующем заказе со старостой. Недалеко от деревни есть старый склеп, место само по себе неприятное. В довесок сирюки начали видеть по ночам странное свечение из-за дверей склепа. И нашего героя отправляют разобраться в чем дело и кто виноват. Но торопиться Йоргрим не собирается. Для начала он решает познакомиться с местным населением. Один из них знает некую тайну про старосту, и за небольшую помощь он рассказывает историю, которая не по душе справедливому дворфу. Дело в том, что староста деревни Одар не из местных жителей. Его направил сюда магистрат, и он не ладил с двором, хозяином мельницы и уважаемым человеком в деревне. Одварм не ладил с Одаром, и не скрывал этого. Однажды на деревне был совершен налет, в котором Дварм был убит вместе со своей семьей, но Одар даже пальцем не пошевелил, чтобы попытаться спасти его. А после смерти Дварма хозяином мельницы стал брат Одара. Йоргрим выслушал историю целиком, и вены проступали на его лбу от несправедливости. Однако, даже его яростному уму было ясно, что без веских доказательств Содаром ничего сделать не получится. А потому стоит пока поработать с ним и постараться узнать об этом деле побольше. Путь к склепу лежит по тому же маршруту, которым Йоргрим шел к руинам. А потому ему предоставляется возможность еще раз оценить буйство багровой разлагающейся плоти, что некогда были разбойниками, а теперь просто корм для зверей. Тогда Йоргрим подумал, мне нравится кормить птичек. Подойдя к воротам склепа, Йоргрим было замешкался, но откинув сомнения, без страха зашел внутрь. Но бояться у него причины были. Одно дело сражаться с человеком, и совсем другое с нежитью или вурдалаками, преобладающими над обычным человеком по силе и скорости. Тут нужно воспользоваться тем, что для этих животных недоступно. А именно хитростью и смекалкой. Изучив катакомбы, Йоргрим нашел ловушку в полу и понял, что сможет воспользоваться ей. «Стоит только заманить уродов в нужное место, и разделаться с ними будет проще паренной репы», – сказал Йоргрим. И в его животе заурчало. Перекусив мясо из своего рюкзака, он начал по одному заманивать нежить в нужное место. Но не все так просто. За одной из дверей скрывался тот, кого никто не захочет увидеть темной ночью в склепе. Сектант-некромант. Этого и боялся Йоргрим. Если с глупыми животными, ведомыми лишь инстинктами, можно справиться умом и сообразительностью, то с человеком нужно быть предельно аккуратнее. А с некромантом, способным воскрешать из мертвых каждого убитого Йоргримом врага, нужно быть вдвойне осторожнее. Но все заканчивается хорошо для нашего героя. И используя эффект неожиданности, он убивает сектанта и выполняет контракт. Выйдя из склепа, в лицо Йоргрима ударил холодный могильный ветер, который можно сравнить с прикосновением самой смерти. И действительно, на этот раз смерть была близко к нашему герою, как никогда ранее. Вернувшись в Осбрук, Йоргрим отчитывается о проделанной работе старости деревни, которого уже не любит. Но не показывает вида, ведь он сейчас его единственный источник дохода. Он мог бы просто уехать в Брин, так как условия выполнены и телега уже ждет. Но желание справедливости не дает нашему герою просто покинуть эту деревню. Он получает плату за контракт и берет следующий. И о чудо! Адар начинает рыть себе могилу, поручая Йоргриму разобраться с бандой, которая захватила пивоварню. И это те самые разбойники, которые когда-то совершили набег на Осбрук и убили мельника Дварма. И тогда Йоргрим подумал. А Адар любит кормить птичек.